Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы поговорим про ударение, ударный слог и выполним несколько упражнений из рабочей тетради. Давайте вспомним, что нам говорил Иван Иванович про ударение и ударный слог. Послушайте. В слове «вишня» ударение падает на первую гласную букву И, поэтому ударный в этом слове — первый слог, а второй слог — безударный. В слове «жираф» первый слог безударный, а второй — ударный, поскольку ударение падает на звук «а» во втором слоге. В некоторых случаях ударение помогает различать разные слова. Ирис ударение падает на первый слог. Ирис ударение падает на второй слог. В первом случае это цветок, во втором — конфета. Другие примеры. Мука — мука. Замок — замок. Кружки — кружки. В словах с буквой «йо» ударение не ставится, потому что буква «йо» всегда обозначает ударный звук. Не надо ставить знак ударения и в односложных словах. Единственный слог всегда ударный. Ведь слов без ударения не бывает. Свёкла — орёл. Внук — слон. Задание нужно выполнить ударение в первом столбике, а мальчики будут ставить ударение во втором столбике. Задание нужно выполнить письменно. Запишите упражнение 80-е. И ещё раз повторяю. Нужно записать слова и поставить знак ударения. Кто быстрее? Работайте. Давайте проверим. Чтобы поставить ударение, нам нужно слово произнести. Тот слог, который будет выделяться голосом, тот, который звучит долинее, тот слог и ударный. Я произношу слова, а вы проверяете у себя в тетради. Вода, море, пенал, доска, петух, баран, зеркало, вешалка. Проверяем мальчиков. Река, роща, столы, парта, индюк, карась, лестница, комната. Если вы поставили ударение так, как я произнесла, то вы сделали правильно. Молодцы! Выполним следующее упражнение. Упражнение 81-е. Прочитайте задание. Что надо сделать? Вам нужно прочитать предложение. Подумать, на какой слог падает ударение в выделенных словах. Обозначить этот слог дугой. Ударный слог подчеркнуть. Спишите это предложение. Поставьте в выделенных словах знак ударения. А в комментариях мне напишите, как называются такие слова, которые пишутся одинаково, а ударение ставится по-разному. От этого зависит смысл этих слов. Как они называются. Работайте! Продолжение следует... Проверим. Жучка громко лаяла. Воробей поймал жучка. Село Ясное стоит на берегу реки. Красное солнце село за рекой. Возьми соли и соли суп. Не забудьте в комментариях написать, как называются такие слова, которые пишутся одинаково, а звучат по-разному. И значения у них тоже разные. Выполним еще одно задание. Выполним задание 76-е. Прочитайте, что надо сделать. Нам нужно прочитать слова из словаря и вставить пропущенные буквы. Записать эти слова и разделить их на слоги. Как разделить слова на слоги? Давайте послушаем Ивана Ивановича. Слова можно разделить на части. Части слова, на которые делится слово при произношении, — это слоги. Си-ни-ца. Со-ло-вей. В обычной речи люди говорят, не разделяя слова на слоги. Но иногда они начинают выговаривать слова по слогам. Например, болельщики на стадионе кричат в поддержку своей команды. Ра-ке-та. Зе-нит. В каждом слове столько слогов, сколько в нем гласных звуков. Гласные звуки произносятся свободно, протяжно, присоединяя к себе согласные звуки. Согласный звук сам образовать слог не может. Слог образует только гласные звуки. Вот послушай. И-ва. Тра-ва. У-рок. Лам-па. Все эти слова делятся на два слога, потому что в них по два гласных звука. Слова переносятся с одной строки на другую тоже по слогам. Зи-ма. Тра-ва. У-че-ник. Тет-рать. Слова, состоящие из одного слога, не переносятся. Но не все слова, состоящие из нескольких слогов, можно переносить. Слова «ива», «яма», «мяу», «урок» нельзя перенести со строки на строку, потому что по правилам переноса одну букву не переносят и не оставляют на строке. Буквы и краткое, мягкий знак, твердый знак, не отделяют от буквы, которая стоит перед ними. Лей-ка. Конь-ки. От-ест. Вы послушали информацию про Иван Иванович, вам рассказал про слог и перенос слов. А сейчас выполните упражнение. Вставьте пропущенные буквы в словарные слова, запишите их и разделите вертикальными черточками на слоги. Слова, которые нельзя переносить, подчеркните, если такие вам встретятся. Не забудьте поставить ударение и подчеркнуть безударную гласную, которую нужно запомнить. Я вам прочитаю все слова. Трамвай, январь, растения, ученик, животные, лопата, земляника, картофель, арбуз, портфель. И выполните это задание. С вами вместо репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях ответы на мои вопросы и ставьте лайки. Всего вам самого доброго. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok